Приветик! Если вам непонятно, что я говорю, и хотите послушать меня на русском или итальянском и индонезийском, то есть это два языка, которые следующий доклад будет для нас. И пока не начали следующий доклад, у нас есть сессия свободных разговоров и группа тематических обсуждений. Вот, первое начинается сейчас. Если вы в Венелес, в первой комнате будут обсуждать азиатское картирование, OpenMappingHub. Вот, так что можете перейти в первую комнату. А здесь и в стриме 80 человек сейчас слушают прямую трансляцию. Сегодня у нас будет доклад Тобайса про рендеринг в SM2World. Привет! Добро пожаловать в мою презентацию. SM2World создает 3D модели из данных OpenStreetMap. С 3D моделем можно много чего сделать. SM2World пытается помочь, имея большое количество форматов вывода. Например, он выгружает данные в формат моделей, которые можно загрузить в игровые движки, 3D принтеры и так далее. Можно сделать растровые тинки. Даже можно сделать тайлы, которые можно загрузить в Reflat и так далее. И, разумеется, можно сделать интерактивные сцены для отображения с OpenGL. Хайдите его пробовать, скачайте его с osm2world.org. А документация в SM-Wiki. Эта картинка пример того, что может сделать osm2world. Но, разумеется, многое зависит от того, как хорошо откартирована область osm. Например, самая часто используемая модель данных тегирования – это простые 3D здания. Тег это можно добавить на здание, чтобы показать форму зданий. Например, тег roof shape может иметь эти значения. Ну, разумеется, тегов очень много, включая высоту, цвет, материал и так далее. The sample поддерживает и многое другое для создания 3D модели. Вот, в том числе, дороги и полосы их, железные дороги, А, ну, да, покрытие дорог, барьеры, отбойники всякие и далее. Да, многое из того, что он отображает. Я рассказывал в моей презентации в 2018 году 3D помимо зданий. Ну и список поддерживаемых тегов можно посмотреть в tag info. Эта презентация разделена на две части. Во-первых, фича Spotlights. Я покажу, какие фичи были добавлены в последние 12 месяцев. И первое – это простое тегирование внутри помещения. Это стандартное тегирование данных в Opus Street Web. И поддерживается несколькими инструментами отображения. Эта схема сделана так, чтобы ее могли использовать трехмерный инструмент отображения. Вот она совместима с схемой простые 3D здания. В этой схеме вы рисуете планы помещения, как обычно, линиями и точками схемы помещений, как стены, области, комнаты и так далее. Отображение комнат в Synth World появилось в прошлом году во время Google Summer of Code. Вот как выглядит отображение внутренности комнаты. Вот. И делается бесшовный мир. Вы можете посмотреть на здание снаружи и можете посмотреть на здание изнутри. Основы работают, но, конечно, есть проблемы, незавершенные вещи. Вот, например, нет отображения indoor-fitch снаружи зданий, как в станциях. Вот также пока нет тегирования для балконов. Что такое attachment connector? Я придумал этот термин. Я обозначаю штуку, которую я сталкивался во время работы в Synth World и решил выделить это в обычную абстракцию. Идея в том, что иногда недостаточно доверять двум точкам отдельно замапленным объектам, и нужно обозначить, что они как-то соединены. И это что-то, которое я бы хотел поддерживать в 3D-рендеринге. Для этого я определяю коннекторы, которые стоят к другим объектам, и обозначенные surfaces, которые стоят к другим объектам. Так, я определяю, что может прицепляться и к чему. Вот. И, как видно, тегом support streetlamp. Вот. И если вокруг я нахожу объект, к которому можно прицепиться, тег, который совпадает, то я прицепляю объект к другому. И так можно мэпить объекты, которые соединены друг с другом в реальном мире. То есть видите, что урна теперь не в том месте, где она находится на карте. Потому что я не ожидаю, что там все будет с сантиметровой точностью. Поэтому информация о том, что объекты соединены, она более надежна, чем просто информация о расположении объектов. Ну и, как видно, мне понадобилось изменить модель для урна, чтобы убрать палку, которая накрепится к земле. Вот. Несколько простых шагов. Мы определяем, к чему может прицепляться. Мы определяем коннекторы, что может прицепляться. Находим ближайший объект, к которому можно прицепиться. И двигаем и поворачиваем объекты, чтобы можно было их соединить. Ну и я сделал специальный сервер для этого. Мне показалось, что это довольно гибкий подход. Вот. Например, можно соединить знак с лампой и с урной. Вот. Но также, таким образом, можно присоединить солнечные панели к крышам домов. Вот. Вот. Ну и другие примеры. Парковка на крыше. Прикрепление объектов к стенам домов, таких как плакаты. Вот. Объекты внутри помещений. Например, стол на третьем этаже. Нужно поднять специальным образом, чтобы он не съехал с третьего этажа. Ну и, кроме того, объекты можно присоединять к нескольким объектам одновременно. Например, лестница может соединять несколько этажей. Ну и было бы сложно подержать это для объектов на мосту, чего еще нет. Вот. Но это будет работать примерно так же, как внутри помещений. Теги, которые… Ранница будет в тегах, которые используются для обозначения прикрепления. Может быть, layer. Так. Отображение, основанное на физике. Способ определить, как свет взаимодействует с 3D-объектами. Вот он называется основанной на физике, потому что он более-менее основан на физических принципах взаимодействия света и материала. Это не точная физическая симуляция. Это отображение, оно улучшает то, как объекты выглядят. И также улучшает совместимость результата ретюляющих файлов, потому что это общая концепция отображения, и многие другие инструменты тоже ее используют. Главным изменением в SM2World стала поддержка большого количества текстур. Обычная текстура – это просто наложение картинки на поверхность. И мы делали это уже довольно давно. Но теперь SM2World поддерживает разные виды текстур, такие как угол отражения, выступы и прочие специфичные виды текстур. SM2World поддерживает многие виды текстур, но выдает только цвет нормальной ОРМ текстуры. А текстур дисплейсинг пока не очень поддерживается. Обычно текстуры хранятся как растровые изображения, но также текстуры можно хранить как векторные изображения. Часто используются для дорожных знаков. И векторные изображения можно генерировать по запросу. Появилось только недавно в SM2World. Вот пример. Этот знак рисуется по запросу. Сам знак векторные изображения и текст на этом знаке генерирован в момент отображения. Из тега name. Было бы странно для каждого объекта с разными... для каждого города делать отдельный растровый знак. Другой пример текстуры – композитные текстуры. И можно, например, посмотреть сзади этого дорожного знака. Я не хотел делать две текстуры для знака. Текстура спереди и текстура сзади, поэтому я сделал обычную метатекстуру для всех знаков. Но я использовал информацию с передней стороны знака, чтобы текстура имеет ту же размерность. Думеется, не все выходные форматы поддерживают векторную графику. Поэтому SM2World преобразует из вектора в растр во время сохранения. Также модель PBR поддерживает материалы, которые можно раскрашивать в разные цвета. Но он поддерживает цвет, который можно применить к исходной текстуре. Вот. Это берется из обычных тегов – building material, building color. И понятно, что все сочетания этих тегов невозможно заранее подготовить. Скажем, для биту у нас есть одна текстура. И мы раскрашиваем ее в нужные цвета. Вместо того, чтобы делать цвет для серого бетона, белого бетона и так далее. Или штукатурки. Привязка текстур тоже теперь поддерживается в SM2World. Потому что у текстур иногда есть повторяющиеся текстуры, например, плитка. Вот. SM2World теперь умеет делать текстуру чуть больше и чуть меньше, чтобы плитка начиналась и заканчивалась ровно по границе объекта. SM2World поддерживает открытый стандарт GITF для сохранения загрузки. Вот. Этот формат называют JPEG для 3D, потому что он поддерживается практически всеми. Модель может создать как всю сцену, так и один файл. Так что можно иметь как много моделей в куче файлов, так и один файл, в котором все удобно находится внутри. Файл GITF – это тот, который мы сейчас советуем использовать. Вот. И на этом кадре можно посмотреть, как файл формата GITF, экспортированный в SM2World, можно загрузить в Blender. И последнее, что я хочу показать, это производительность реального времени. На этом я работал последние несколько месяцев. Вот. Я сейчас планирую сделать уровень детализации и атлас текстур. Ну, основная задача, чтобы модели SM2World отлично работали в реальном времени. Как результат, вы сможете смотреть модели, сгенерированные SM2World прямо в браузере, без ожидания рендеринга и прочего. Уверен, что это достижимо и смогу сделать в ближайшие пару месяцев. Вот. Так что, ожидайте, а пока спасибо, что смотрели эту презентацию. Ой, Тобес зашел на огонек. Ой, Тобес зашел на огонь. надеюсь вы меня слышите и перейдем к вопросам правда кажется в твиттере вопросов нет как насчет использовать просто один и тот же одно и то же для мусорки и лампы зачем вообще коннектор нужны ну мне кажется проще работать когда мы следуем принципу sm 1 1 объект в реальном мире 1 объект 8 иначе нужно будет разделить информацию о высоте или материале между объектами да надо будет просто невозможно замапить таким образом два одинаковых знака на одном столбе так что разделять объекты соединяя их отдельными тегами будет лучше для всех инструментов и мое овакеерсангарь ну да см становится довольно насыщенным и хорошо что есть инструменты типа твоего которые определяют как нам разобраться с ограждением объектов еще похожий объект осм 2 сейчас показывает только германию швейцарию и австрию есть планы отображать весь мир нет я не планирую распространить на весь мир моя цель только показать демонстрацию того что может sm2world поддерживать это довольно сложно но в будущем когда будет поддержка веб-джел возможно технология поможет что сделать да с поддержкой веб-джел рендеринг задача рендеринг приместиться с сервера на клиент и тогда для сервера возможно будет это проще вот и другие люди смогут сделать сервера для других частей мира или для всего мира целиком вот но это не моя задача так что если хотите поднять рендеринг для других частей мира свяжитесь со мной вы можете взять карту с sm2world и показать на собственно sm2world вы можете взять карту с sm2world и показать на собственно sm2world.org видимо это тоже вопрос про то может быть ли карта распространяя весь мир для добавления на sm2world.org есть критерии вот которым моя карта не отвечает в первую очередь она должна быть на весь мир вот и я не планирую делать карту на весь мир так что если кто-то захочет поднять сервер можете какие инструменты пользуешься чтобы добавить трехмерные объекты в sm я использую джосом с плагином с плагином kenzi 3d но мы также работаем над использованием sm2world как инструменты для при просмотра он может открывать файл sm и показывать так что возможно скоро появится да это было удобно если был трехмерный инструмент проще делать трехмерные объекты спрашивают на карте много ошибок всяких черно-белых тайлов это нормально вообще ну это то о чем я говорил на веб-карт я сейчас не трачу никакие силы потому что скоро она станет устаревшей поэтому ну да бывает есть какие-то планы по времени когда вы опубликуешь веб-джел надеюсь что будет через пару месяцев но точно уверен знаешь ли платформу где можно делиться трехмерными моделями да репозитория трехмерных моделей которые я поддерживаю да веб-сайт на котором можно загружать модели вот привязывать их координатам и указывать в sm ссылку на эту модель и использовать модель потом при отображении этим репозиториям не многие пользуются но это возможно было бы здорово если у нас было больше моделей да 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 like windows stairs and so on not sure I'll quite get that okay so the general idea of level of detail is that yeah I can easily generate a 3d model that has tons of detail like for example having detail scrooops and all the indoor information for building but if you're only looking at the building from far away he just mentioned the level of detail so on the level of detail is done with all the interior information but if you only look at the building from far away I can easily create a model with a lot of detail with all the outer materials убирать информацию, которая не нужна на текущем уровне отображения. Когда приближаем модель, соответственно, добавлять детализацию. Скажем, у нас два знака на одной стороне лампы. Как убедиться, что нужны сверху? Список того, что навешано на знак, это структурированные данные, и упорядоченный список, можно указать знаки через точку с запятой, и всё сработает. Еще вопрос про инструмент. Значит, StreetComplete. Стоит ли добавлять трехмерные детали с его помощью? StreetComplete – это приложение, вызывает вопросы, пока ты идешь по улице. Это хороший инструмент, чтобы добавить информацию от 3D к существующим объектам. Например, количество этажей или форму крыши. Это хорошо работает в этом плане. Но если нужно уточнить здание, разбивая его на части, или добавить новые здания, то вам понадобится другой редактор. Ну да, в общем, для чего-то может быть хорошо, но, скорее всего, придется изучать Джессу. На этом, пожалуй, остановимся. В общем, если кто-то проводит обсуждение, есть комната обсуждения после доклада, вот, и заходите на SM2World и так далее. Теперь у нас первый перерыв в программе, вот, так что можно, наконец, отдохнуть, пообедать, если у вас есть часовой пояс, или позавтракать для людей из Америки. Поужинать. Привет, Антон. И посмотрим на время. Короче, в московском часовом поясе встретимся через полтора часа в 18.00. Да, 18.00. Так что наслаждайтесь перерывом. На Венюлис можно поучаствовать в текстовом чате, или зайти поговорить голосом в чат-чат. Вот. Продолжение следует...